МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 14 февраля, вторник, Думская ТВ начинает работу в вечерней студии. В прямом эфире говорим о главном. Сейчас с вами Александр Новицкий. И Алла Ясина. Добрый вечер. Мало того, что мы победили в Евровидении, так мы еще и привезли его в Киев вместо какого-либо другого города. И вот теперь возникает вопрос. А вдруг ничего не получится? Команда-то ушла. Хотя премьер-министр обещает, что все будет хорошо, и все-таки Евровидение мы примем на высоком уровне. О том, что происходит с подготовкой к Евровидению в Одессе, поговорим с нашим следующим гостем, общественный активист Олег Михайлик. Олег, здравствуйте. Добрый вечер. Знаете как, дайте, главное, команду. Вот теперь команду дали, что нужно делать, и команда развернулась и ушла. Как так? Вот развернулась и ушла, потому что не хочет терпеть, как я понимаю, то, что происходит не только, наверное, в Евровидении, а сейчас повсеместно, когда нужны были профессионалы, подготовительный этап сложнейший. Потому что в Украине к Евровидению относятся как к очередному шоу. Первый раз я был... А вы думаете, это не шоу? Это шоу высочайшего класса и высочайшего... Так во мне, так это еще и политическое шоу в первую очередь. Это высочайшего масштаба. А политическим оно, наверное, стало уже в последние годы, десятилетия. Десятилетия, скорее. Так случилось, что тогда, когда победила в Евровидении, победила Руслана... 2004 год. Это 2004 год. Я находился в Бельгии, и мы с друзьями смотрели этот сонг-контест, они его называют. Это даже не фестиваль. Если перевести, это конкурс. Песенное соревнование. Песенное соревнование. И оно действительно воспринимается за границей так. И популярность имеет огромнейшую. Так уровень стандарта Евровидения настолько высокий, что не все страны могут им соответствовать. И некоторые страны, боясь выиграть, просто не участвуют, потому что это колоссальные деньги. Но у нас денег много, поэтому мы спокойно готовы принять. То, что происходит сейчас, как я понимаю, была создана команда из членов НТКУ, плюс были приглашены специалисты разных сфер. И необходимо было убедить Эбиси, это собственник прав на проведение Евровидения, что Украина его принять может. А это целый ряд мероприятий, начиная от разработки этого красивого лого и слогана, и заканчивая подготовкой инфраструктурных объектов. Когда в декабре было подтверждено, что Евровидение в Украине может состояться, начали ставить тех, кто будет осваивать деньги по продажам билетов. К слову, когда еще не был выбран город, мы связывались с тогдашним главой НТКУ Зураба Маласани, который откровенно говорил о том, что по всем показателям, скорее всего, Одесса должна получить право проведения. Не верил. И с самого начала не верил, и сейчас не верю. Потому что вот то, что происходит сейчас в Одессе, когда стало понятно, что Евровидения в Одессе не будет, наши городские власти сказали, ну ничего страшного, мы все равно будем приводить город в порядок и готовить его к какому-то следующему мероприятию. Ну так смотрите, потемкинскую лестницу закрыли и приводят в порядок. Через минуту вернемся к Одессе. У нас на телефонной связи, собственно, сам Зураб Аласани из глава НТКУ. Зураб, здравствуйте. Здравствуйте. Зураб, может быть, имело смысл все-таки в Одессе проводить Евровидение? У нас тут и люди похитрее, с меньшим бюджетом справились бы. Нет, это бы они имело бы. Есть какие-то проблемы и в Киеве, но оно все будет проведено. Пожалуйста, Одессе, они же хорошие. Уже пора давным-давно болеть за Украину, а не за каждую локальную Одессу. С тем, что Одесса не примет Евровидение, мы уже смирились. Теперь вот обеспокоены тем скандалом, который разворачивается вокруг подготовки к Евровидению и заявление команды, которая готовила принятие Евровидения, которая официально сказала о том, что уходит. Как вы можете это прокомментировать? Ну, слова, например, честолюбие, например, амбиции, например, тщеславие. Любое, все, что прокомментировали, это слово «команда». Вот, собственно говоря, основная причина. Ничего страшного в этом нет, что на самом деле ушли 3 человека из более чем сотни людей, которые подготовили. Критически ничего не произошло. То есть, таким образом вы хотите сказать, что нам нет зачем волноваться и ни о чем? Я, собственно говоря, это не говорю. Скажите, как можно вообще оценить уход этих людей? С чем это связано? Коррупционные схемы, либо какая-то личная неприязнь, как в знаменитом фильме вы там говорили. Либо, может, какие-то другие... Доктор, доктор, меня все инжинируют. Я только что произнес все слова, которым можно назвать причину. Ну, честолюбие, честолюбие, все то, что предполагается между людьми. Антикомандная работа, знаете? Ну, вот личная, персональная амбиция. Мешают сделать как команду, там нет, к сожалению. Но, тем не менее, там есть высокие профессионалы, точно западные, которые не дадут сорваться в этом процессе. И гораздо больше они это все равно пройдут. То есть вы поддерживаете, по сути, то, что сегодня сказал Владимир Гройсман, что, несмотря ни на что, Украина достойно примет Евровидение? Сморчики мои, кто в этом сомневается? Слишком серьезный провал был бы для страны. Слишком. Это не допустит никто, включая Европу. Очень хочется верить вашим словам и все-таки увидеть Евровидение в Украине. Знаки будет, мне сомневайтесь. Благодарю вас за то, что нашли возможность включиться в работу нашей студии. Как всегда, будете в Одессе. Ждем вас у нас в студии. Благодарю. Зура Полосани, экс-глава НТКУ, был у нас на телефонной связи. Ну вот и человек, который, по сути, первые шаги делал по формированию проведения Евровидения, говорит о том, что никакой проблемы нет. Проблема есть. Он сказал, что никто не даст сорвать Евровидение в Украине. А уход команды мотивирует личными амбициями людей, которые уходят. Вероятно, он знает что-то, то, чего не знаем мы. Хотя написали заявление не три человека, как он сказал, а около двадцати, если не больше. Ну, Зурополосания всегда очень наптекаемо рассказывает. И, кстати говоря, нас почти обнадежил в свое время. Дипломат. Я бы сказал, даже где-то хитрит, а не дипломат. Политик? Хуже. Почти одессит. Экс-глава не таковы. Почти одессит, тоже вариант. Так смотрите, все-таки, в чем основной краеугольный камень? Людей заставляют подписывать завышенные сметы? У людей конфликт с властью? Люди не видят денежной и финансовой поддержки этого проекта? Как вы считаете, что самое главное? Почему эти, как вы говорите, 20 человек уходят? Мне сложно сказать, потому что мы не находимся... Это не находится даже эта команда в Одессе, чтобы можно было через кого-то узнать. Там могла бы. Могла бы, да. Все происходит в Киеве. Я думаю, это смесь всего сразу. Начиная от того, что у кого-то забрали часть полномочий и заканчивая тем, что на носу продажа билетов, устройство крытых конструкций, трибун и всего остальное, где будут осваиваться огромные деньги. Поэтому однозначно согласен с Зурабом, что слишком большая ответственность, чтобы сорвать проведение конкурса. Как я вам уже сказал... Тем более, вдруг выборы осенью будут. Да, это реально колоссальнейшая ответственность, если страна взяла спроводить. И не зря в декабре один из предпоследних проверочных этапов, когда надо подтвердиться. Будет еще один перед самым Евровидением и, по-моему, в начале апреля или в конце марта, когда страна получит зеленый свет или красное на проведение. Скажите, если... То есть теоретически у нас еще есть шанс потерять право на проведение Евровидения? Теоретически есть, и инфраструктурные объекты во многих европейских странах, они готовы проведение Евровидения хоть завтра. То есть таким образом, секундочку, нас кто-то страхует, кто-то может забрать у нас последнюю секунду? Страхуют такие мероприятия всегда. Да. Слишком велик риск. И слишком высоки ставки, и слишком большие деньги, и интерес к этому всему притянут. И в том числе не только там сейчас европейские страны. Если вы помните, в прошлом году принимала участие пицца из Австралии и очень хорошо выступила. Поэтому многие страны, в которых такие конкурсы не проводились, они готовятся целый год. Строят специальные аренды, там инфраструктурные объекты, дороги. Украина уже есть опыт проведения, и в принципе можно считать его успешным. Я имею в виду, конечно же, 2005 год. Ну, за 10 лет много чего поменялось, за 12. И сейчас эти стандарты еще более высокие, еще более жесткие. И если вы смотрите Евровидение, то это колоссальнейшие шоу с колоссальными средствами, рекламой и огромным количеством людей, которые приезжают. Давайте посмотрим небольшой информационный материал, который подготовил Роман Семенов, где, собственно, звучит позиция тех людей, которые заявили о своем уходе. Команда, работавшая над проведением Евровидения 2017 в Украине, официально прекратила подготовку к песенному конкурсу. Ее члены заявили, что больше не могут работать в условиях, в которые их поставило государство. В том числе ушли исполнительные продюсеры Евровидения 2017 Александр Харебин и Виктория Романова. Дворческий коллектив изложил свою позицию в официальном заявлении. Мы, команда Евровидения, официально сообщаем, что мы оставляем этот проект и прекращаем работу над подготовкой к проведению конкурса. У нас забрали наши полномочия, назначив нового фактического руководителя конкурса, которого наделили полным контролем всех аспектов Евровидения. Это назначение и действия, которые его сопровождали, остановили на два месяца работу над проектом. Работа нашей команды была полностью заблокирована. За это время, кроме презентации результатов работы нашей команды, проведенной за период сентябрь-декабрь 2016 года, новым руководством конкурса не было проведено ни одного реального действия для реализации проекта в нужные сроки. К сожалению, сообщаем, что наша команда не может принять подобное назначение и не видит возможности продолжать свою работу в проекте по подготовке и проведению Евровидения в Украине. Смена команды непосредственно связана с приходом нового менеджера Павла Грицака, который не так давно был назначен заместителем главы НТКУ по вопросам проведения Евровидения. Фактически в своем заявлении команда песенного конкурса обвинила Грицака в срыве всех сроков подготовки к мероприятию. Уход старой команды прокомментировала на своей странице в Facebook победительница Евровидения в 2004 году Руслана. Подибная ситуация уже мала место 12 лет тому, когда Евробачение происходило в Киеве. Саме тоди на посаду виконавчого продюсера Евробачения 2005 было запрошено Павла Грицака, який вивез ситуацию из кризового стану. У меня нет подстав ставить под сумнів профессиональность Павла Грицака, его опыт и его команду. Я уверена, что сегодня, даже у этих тислых термин, Павлови разом с командой под силу организовать работу таким чином, чтобы Евробачение 2017 происходило на гидном уровне. В правительстве, в свою очередь, заявили, что смена команды не помешает планам провести песенный конкурс на высоком уровне. Имеющие уши да услышат, имеющие глаза да увидят. Итак, второй раз разыгрывается точно такая же ситуация, когда в последний момент в схему вводят эффективного менеджера. Но почему повторяются? Почему такая же схема? И того же, собственно, менеджера Павла Грицака. Я не знаю, как происходило первый раз в 2004 году, но здесь мне просто непонятно. Когда уже получили подтверждение и не было вроде бы нареканий со стороны ABC, да, вводить кризисного менеджера, ну, может, они знают то, что не знаем мы. Хотя все это, конечно, выглядит очень сильно, ну, некрасиво. Но как минимум странно. Как минимум странно, а по большому счету такие скандалы, они точно не добавляют веса ни стране, принимающей Евровидение, ни тем командам, которые этим занимаются, ни даже правительству. Потому что... Ну, скандалчик не помешал бы, но этот скандал показывает непрофессиональный. Бьет по имиджу Украины. Он в первую очередь бьет по имиджу Украины. Эффективного менеджера можно было вводить на разруливание ситуации, кризис-менеджера можно было вводить, когда по независящим причинам схема бы развалилась. Но здесь как бы ровно, спокойно, тихо, вдруг бац, скандал внутри семьи, и тот же человек на той же схеме выходит опять под прицелы телекамер. И еще хуже, что в это теперь вмешивается правительство. Но пора привыкнуть. Евровидение — это не государственный конкурс. Это частный конкурс, который охватывает огромное количество стран. Но средства из бюджета выделяются, соответственно, правительство тем или иным образом несет определенную ответственность. В нормальных европейских стран бюджет на это не выделяется. Из госбюджета не выделяются деньги? Не выделяется. Все средства выделяются частными инвесторами за счет рекламы, за счет трансляций и за счет тех компаний, которые готовы в этом участвовать. Потому что это огромное количество людей, это огромные заработки. То есть необходимо, конечно, найти инвесторов, которые в это вложат. Но в европейских странах на это государственный бюджет не выделяется. В Украине немножко по-другому. И, собственно, сегодня даже премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил свою позицию относительно того, как пройдет конкурс в Украине. Давайте послушаем прямую речь. Мы в абсолютно плановом режиме, профессионально, готуемся до проведения европейских стран в Украине. Европейских стран в Украине ничего абсолютно не загрожает. И оно будет проведено на наивысшем, качественном уровне. Вы знаете, когда премьер-министр говорит, что все в порядке, инфляции не будет, тарифы в расти не будут. Подсказывайте, что мы еще слышали от премьер-министров. Курс мы слышали, что все будет хорошо. Стабилизация экономики Украины. Да, рост. На бюджете семьи всякие повышения не скажутся. Никак не ранее. Сегодня из последнего, мое любимое, я думаю, о каждом гражданине Украины. Наверное, такие есть. Мне точно напоминают к чему кожного. У меня как-то вот ассоциативный ряд сразу появился. И вот когда правительство в лице премьер-министра берет ситуацию в свои руки, у меня, например, есть небольшое волнение в реализации подобных планов. Ну, я вам еще расскажу. Это вообще неполномочия правительства этим заниматься. Зачем правительство туда лезет? Потому что, первое, что бояться риск потерять его очень огромен. Действительно, это ударит по стране и покажет, выставит Украину в очень нелицеприятном виде среди европейских инвесторов. И тех, кто за Украиной сейчас смотрит. Наши партнеры, там, немецкие, из Германии, из Швеции. Мне кажется, что инвесторов больше интересует система налогообложения, прозрачность, система оформления. Бизнес-климат или инвест-климат. Абсолютно верно. То есть, совокупность всех этих факторов, которых я пытался сейчас перечислить, вот что должно интересовать инвесторов. Спокойная ситуация в стране. Есть еще простые граждане, которые не очень-то, в том числе и в европейских странах, которые также голосуют. И потом отношением к тем политикам, которые их изберут, это будет ретранслироваться на отношение к Украине. Знаете, мне вообще возникает вопрос, нужно ли Евровидение сегодня Украине, учитывая в какой ситуации экономической, в том числе, мы находимся, и война на Донбассе. Думаю, что нужно, потому что ситуация на Украину сейчас смотрят с такой опаской. Многие страны, многие компании, в том числе и европейские, не очень разбираются, например, где Одесса, где Донбасс. Где Киев, где Львов и где Донбасс. И просто не хотят здесь работать. То есть, с одной стороны, действительно, в стране война, с другой стороны, надо показать, что страна все-таки живет, развивается, может проводить такие высококлассные мероприятия у себя на территории. Вы знаете таких инвесторов, которые бы по проведению какого-то, давайте говорить по-честному, переведем то, что написано. По песенному конкурсу думали, вкладывать деньги в экономику страны или нет? Вы имеете в виду иностранные инвесторы? Да любой инвестор, любой, иностранный, внутренний инвестор. Послушайте, у нас внутренних инвестиций не хватает, реально. Люди сидят на деньгах, и никто не собирается их вкладывать ни в землю, ни в недвижимость. Хотя существуют все-таки еще строительные периодические бумы какие-то. Деньги на руках, никто не хочет инвестировать. Нет климата и условий для того, чтобы ввести его. Это разные вещи. Вы знаете, как есть некоторые маркеры, например, компания Икея не ведет ни в одной стране бизнес, где берут взятки и где с них требуют взятки. Евровидение – это тоже своего рода маркер. Соответствует ли инфраструктура проведения, сам дух вот этого фестиваля европейскому уровню? Олег, вот теперь у меня к вам хороший вопрос есть. Давайте. Думает Александр. Заметение я вас загонял в эту ситуацию, теперь с двух сторон у вас два ответа. С одной стороны, Евровидение – это отличный маркер, что можно вести дела со страной, но Икеи в Украине нет. Это разные вещи. Еще раз повторю, это бизнес. Икея – это чистая частная компания, у которой там есть опыт. Евровидение – тоже частная компания. И она бы появилась бы, Икея, если вы помните, даже землю выкупили, если бы в Украине не процветала бы коррупция. То есть? Евровидение, наверное… Может существовать в условиях коррупции, Икея – нет. Однозначно. Кто больше посылает, каковому сигналу больше поверит? Бизнес однозначно поверит больше Икеи. Откровенно. Граждане, обычные граждане, как говорят, пересечные громадяны европейских стран, поверят Евровидению. Ну, смотрите, вообще, поедут ли к нам европейцы? Очень большой вопрос. Яркий пример, когда в Одессе проводила матч, футбольный матч европейского турнира «Футбольный клуб Заря». Встречались они с Манчестер Юнайтед из Англии. И когда руководство клуба Манчестер Юнайтед официально не рекомендовало своим болельщикам ехать в Одессу. В том числе для этого надо проводить Евровидение, которое будет проводиться в Киеве, в которое какое-то количество приедет людей, вернувшись домой, скажет, что там действительно спокойно, туда ехать можно. Война, она действительно в стране есть, но в Киеве она никак не сказывается. Если мы поделим листик на две части, то мы, с одной стороны, увидим успешно проведенный конкурс, второй раз привезенный на нашей памяти в самой кратчайшей истории, которая была... Талантливыми исполнительницами. Совершенно верно, здесь спорить не будем абсолютно. Слово, прошу заметить, женщины дважды привозят в Украину. И это первый раз, когда отбор участников Евровидения действительно отбирала независимое жюри и участвовали жители страны, если вы помните. Ну, по поводу выборов у нас вообще, любых, когда участвуют жители страны... Нет, это были действительно открытые и понятные выборы. У нас всегда выборы открытые и понятные, я как наблюдатель могу вам сказать. А претензии как бы в другие органы. Итак, смотрите, с одной стороны мы привозим с помощью красивых представительниц нашей страны, многонациональной, еще раз хочу по красоте это подтвердить, привозим сюда конкурс, блестяще его проводим. При этом на самом конкурсе вспыхивает, я даже думаю, будет слив информации о коррупционных скандалах, схемах и так далее. На этом все в фоне мы имеем две задачи. Первая, привлечь людей на нашу сторону. Обычных. Да. И вторая, со стороны, привлечь бизнес. Мы не решаем на самом деле ни одной из этих проблем. Я думаю, что людей привлечем однозначно, потому что на сегодняшний день, если проводится Евровидение, значит доверие, опять же повторюсь, к этому конкурсу среди европейцев огромнейшее. Если Евровидение проводится, значит туда ехать можно. Они так привыкли. Это то же самое, что и Киев для бизнесменов. Примерно так. Второе, по бизнесу никакой сюда бизнес не поедет до тех пор, пока здесь не будут четкие, понятные, открытые условия ведения бизнеса с гарантированием своей инвестиции. Увы, боюсь, тогда не скоро мы здесь увидим европейский бизнес, но хочется верить в лучшее. Это задача правительства. Не только вмешиваться в проведение Евровидения, что они не должны делать. В первую очередь, они должны развивать и создавать нормальный бизнес. И для своих предпринимателей Евровидения. Абсолютно с вами согласны. Благодарю, что нашли возможность прийти сегодня к нам. Олег Михайлик, общественный активист, был нашим гостем. Прервемся на несколько минут. После продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ, им будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова